Китайский город Шаосин, откуда приехали наши гости, в самом Китае называют городом на мостах. По территории их города протекает множество речек, и поэтому там с древнейших времен возводят мосты самых причудливых конструкций. И в чем в чем, а в искусстве наводить мосты, жители Шаосин – большие мастера. Я хотел бы поприветствовать наших друзей с Китайской Народной Республики. Китайская Народная Республика Лидер вышел на внутриваловый продукт, то есть это первое место. Вам надо относиться уже к серьезной соважению. Возглавлял китайскую делегацию вице-председатель Народного политического консультативного совета района Кецао. Это аналог недавно созданного в нашей стране Общероссийского народного фронта, который является совещательным органом, но в него входят влиятельные в регионах представители общественных организаций и деловых кругов. Ключевыми же членами делегации, посетившей наш город, были предприниматели, приехавшие лично ознакомиться с дмитровскими возможностями для удачного инвестирования. Шаосин – город богатый. Его знаменитый текстиль и не менее знаменитый на весь Китай желтое вино очень хорошо продаются, поэтому у местного бизнеса есть свободный капитал, требующий грамотных вложений. Делегация из города Шаосин уже приезжала в Дмитров летом прошлого года. Тогда китайскую делегацию возглавлял глава городского округа Шаосин, и он презентовал свой город, хорошо известный в Азии, но мало кому знакомый в России. Шаосин находится всего в двух часах езды на автомобиле от Шанхая, экономической столицы Поднебесной, в часе езды от одного из крупнейших азиатских портов – Нинбо. В том числе, благодаря своему выгодному экономическому положению, Шаосин входит в так называемый «китайский пояс экономической развитости» и является одним из локомотивов, движущих вперед экономику своей страны с рекордными для других стран темпами. После знакомства с администрацией Дмитровского района китайская делегация отправилась в Дмитровскую торгово-промышленную палату для подписания протокола о намерениях. Их интерес к нашему району в чем может быть? К нашему району. У них интерес вообще к России. Как вы видите, то, что в прошлом году началось, то в этом году с большей силой продолжается в связи с разными событиями. У них большой интерес, потому что Шаосин второе место занимает по текстильной промышленности. Когда-то и у нас была текстильная, ну не текстильная промышленность, а фирма «Юность» довольно-таки хорошо здесь презентовалась. Как вот они вообще приобрели интерес к этой фабрике «Юность»? Они на сегодняшний день пока не знают об этой фабрике. Дмитровская ордена почета «Швейное объединение «Юность»» в свое время гремела на весь Советский Союз. Здесь шили детскую одежду для десятков миллионов юных советских граждан. Сегодня это предприятие работает совершенно под другой торговой маркой и на дворе другие экономические времена. Рынки бывшего Советского Союза почти полностью захватил китайский текстиль. Причем нередко импортная детская одежда имеет известные европейские лейблы, но делают ее все равно в Китае. И себестоимость такой продукции намного ниже той, что производят дмитровские швеи. Поскольку производить одежду в Дмитрове дорого, высший менеджмент предприятия решил постепенно переносить швейное производство в другие регионы России. Только оптимизируя расходы и не теряя при этом качества своей продукции, фабрика сможет хоть как-то конкурировать с азиатским импортом. И визит китайцев из азиатской текстильной мекки для нашей некогда мощной швейной фабрики вряд ли стал плохой новостью. Они уже давно существуют в совершенно разных весовых категориях. После короткого кофебрейка гости из Поднебесной продолжили знакомить дмитровчан со своим городом. На этот раз в более широком кругу. К представителям муниципальной администрации присоединились дмитровские предприниматели, руководители местных госучреждений. Глава китайской делегации рассказал о промышленном и культурном потенциале района Кэцао. С гордостью перечислил выдающихся китайцев, родившихся или живших какое-то время в их древнем городе. Осовый акцент китайцы сделали на то, что их город растет не только по показателям внутреннего национального продукта, но и становится все более привлекательным для потоков внутренней трудовой миграции. После того, как район Кэцао в 2013 году отделился от уезда Шаусин и стал независимым образованием, внутреннее население района это 630 тысяч человек, а мигрирующее население это 650 тысяч человек, площадь района 1066 квадратных километров. Кроме предпринимателей, в состав китайской делегации вошли представители госструктур, курирующих молодежную политику и социальное обеспечение пожилых граждан. По этим направлениям наши гости из Азии захотели перенять опыт дмитровских коллег. И завершила официальную часть визита делегации из Кэцао подписание протокола о намерениях, фиксирующего взаимный интерес сторон к сотрудничеству в области экономики, культуры, туризма и социальной сферы. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ